Мы с вами говорили про эволюцию растений. Сейчас мы говорим с вами про высшие растения. И эволюционно, сразу после споровых растений, у нас идут растения семенные. Если быть точно, то голосеменные растения. Итак, это в большинстве случаев голосеменные растения – это деревья. У нас встречаются также кустарники. В данном случае трав у нас нет. Это все у нас растения древесного типа. Что-то у нас Елизавета никак не может войти. Из отличительных особенностей – это у нас появляется хорошо развитый корень, который уходит у нас на десятки метров вглубь земли, выполняет функцию всасывания и выполняет функцию укрепления в субстрате. То есть из-за того, что практически все голосеменные растения – это высокие деревья, чтобы дерево во время порывов ветра не опрокидывало, не заваливало, не вырывало, из земли корень надежно держит. Значит, также у нас идет появление органа специального, в котором у нас будут лежать семена. Если быть точным, то у нас появляется… Если мы будем говорить, брать школьный курс, то это называют все-таки шишкой. Ну, чаще всего, да, вы слышите, что женские шишки, мужские шишки. По-настоящему в ботанике это называется стробила. Стробила и чешуи. Стробилой называется у нас центральная ось шишки, на которой у нас держится чешуя. Внутри чешуи лежат женские, как это сказать, женские половые органы, которые ждут пыльцы, прилета пыльцы для оплодотворения. Значит, что особенно, какая особенность у нас появляется у голосемных растений? В отличие от споровых растений, нам не нужна вода. То есть, благодаря этому голосеменные растения у нас смогли заселить огромные территории. То есть, все пространство суши в свое время было заселено голосеменными растениями. Соответственно, папоротникообразные у нас попросту были вытеснены. Если вы помните, то у нас были гигантские древесные папоротники во времена динозавров, которые у нас заселяли в сушу. Значит, особенность состоит в том, что на одной ветке голосеменных растений у нас находится и мужский... А, так, подождите, это чуть позже, давайте так, по слайдам, простите, да, пойдем. Значит, еще одна особенность – это строение стебля наших растений. То есть, ствол, в принципе, у всех древесных форм – это стебель, просто видоизмененный стебель. Значит, какая особенность у нас здесь есть? У нас появляются проводящие ткани, хорошо развитые. Если у споровых растений проводящей ткани или не было вообще, или она у нас была примитивная, то здесь у нас появление хорошо развитой проводящей системы. Это у нас ксилема и это у нас флоема. Про это мы поговорим с вами чуть-чуть попозже, когда будем говорить про ткани растений. Также у нас появляется кора. Что такое кора? Кора – это смесь пробки и смесь флоемы. Грубо говоря, у нас главная защитная, главная функция коры – это защита растения от обезвоживания. Также у нас, господи, наших прекрасных голосимных растений появляется прекрасная функция такая. У них появляются специальные железы, которые выделяют секрет, который заживляет повреждения. По-другому это такая у нас будет меристема, которая у нас будет заживлять наше растение. Про меристемы тоже чуть-чуть попозже мы с вами поговорим. И мы вам 100% видели на хвойных деревьях, галосеменные растения, хвойные растения, капли смолы. Смола выделяется в ответ на повреждения растения, либо же смола часто выделяется на шишках хвойных растений. Почему? Потому что, во-первых, это несет защитную функцию, она защищает, например, повреждения коры и обезвоживания дерева. Во-вторых, в смоле огромное количество фитонцидов, это специальных веществ, которые дезинфицируют место повреждения. И, как вы понимаете, еще не пропускают вот эту вредоносную влагу извне, внутрь растения. Потому что если вот в эту вот рану попадет вода, у нас будет загнивать растение изнутри. По такому же принципу у нас шишки у галосеменных растений точно так же все покрыты смолой, чтобы защитить будущие семена от вредоносной влаги и чтобы продезинфицировать, грубо говоря, наше будущее, ну, как нашу стробилу, наши чешуи. Значит, опыляется ветром. Мы об этом в прошлый раз с вами говорили. Пыльцевое зерно у нас имеет две... Ё-моё, куда же... Я уж не знаю, простите, я уж, если честно, простите, я чуть-чуть запуталась в слайдах. Это прошлый слайд, да, прошлоурочный слайд. Давайте мы с вами сразу про опыление и про состав именно самого шишки. Значит, особенность в том, что на одной ветке у нас содержатся и женские, и мужские шишки. Значит, у нас на основании веток находятся мужские шишки, на вершинах женские шишки. Причем самое интересное, что по мере взросления растения, по мере роста ветки, у нас шишки второго года жизни передвигаются вниз. Вот они зелененькие, да, внутри уже них оплодотворенная гамета, то есть там, соответственно, уже семя зреет. Молодые шишечки, они у нас находятся на самой вершине ветки. Ну и, соответственно, как вы понимаете, при ветре, когда продувает ветер через ветку, просто мужская вот эта вот пыльца проходит через, по росту листвы и попадает в чешуи шишки. Отличительная особенность голосимных растений состоит в том, что у них точно так же в женском гометофите, то есть вот в этой женской яйцеклеточке, которая у нас находится внутри будущего семени, там выделяется капелька воды на микропеле, капелька жидкости, не воды, простите, жидкости. Вот она, микропеле, так называемая щель или пыльцевход, выделяется капелька жидкости. На эту жидкость у нас садится пыльца и втягивается внутрь камеры, да, где у нас впоследствии происходит оплодотворение. То есть женская у нас яйцеклетка у нас вступает в связь с мужским зерном, с пыльцевым зерном. При оплодотворении, когда оплодотворение происходит, что делает шишка? Она закрывает свои чешуи, закрывает очень-очень плотно. И в этом случае как раз-таки у нас могут выделяться всевозможные фитонциды, всевозможные сопутствующие вещества, которые будут эту шишку надежно защищать. Пока семя, крылатка наша, да, не созреет, чешуи у нас не откроются. По ходу созревания семени сама шишка у нас начинает древеснеть, да, одревесневать, наверное, так правильно сказано, одревесневать. Вы видели те самые зрелые шишки, которые у нас падают с осен, они совсем у нас сухие, совсем жесткие, древесные. И, как вы понимаете, по мере созревания шишки, как только она совсем-совсем начинает у вас одревесневать, что она начинает высыхать и открывать свои чешуйки. То есть по мере вот этого одревесневания чешуйки начинаются автоматически, самостоятельно, тихонько открываться. Поэтому, кстати, знаете, очень интересный факт такой про хвойные растения, особенно про подом, про под уже, простите, особенно про наши любимые сосны. Вы, наверное, знаете, что всегда бывают пожары в лесах, в барах сосновых, вообще раньше устраивали пал травы, еще уже после того, как человек научился контролировать вот этот вот огонь. А в древние времена, когда только-только у нас начинали развиваться голосеменные растения, вообще у нас очень часто случались пожары. За счет того, что уже учеными доказано, что раньше грозы с молниями у нас были намного более частым явлением, и очень часто горели леса. Так вот, именно голосеменные растения смогли как бы приспособиться под частые пожары, приспособив под это свои шишки. Значит, смотрите, я вам сказала уже, что у нас есть такая особенность, что шишка открывает свои чешуи, когда она высыхает. А теперь представьте, что у нас есть достаточно влажный климат, какая-то влажная у нас, влажный воздух атмосферный, например, частые туманы и так далее. И если шишка у нас не просыхает, если она у нас влажная, часто бывает, часто как-то это, то она может иметь какие-то особенности, какие-то сложности с открыванием вот этих самых чешуй. И после того, как шишка созрела, она просто у нас падает вниз под ножью сосны и иногда даже не раскрывается или раскрывается, но не выпускает полностью всех семян. Так вот, ствол у сосны, он очень на длительное расстояние, на большое расстояние гладкий. То есть, когда идет пожар, этот пожар у сосны не так страшен, она не прогорит, потому что огонь пройдет мимо, совсем не затронув, не задевая ветви и шишки молодые растения. Но при этом внизу создается жар, который, во-первых, истребляет всю поросль других растений, то есть папоротники выгорают, хвощи выгорают, плауны выгорают, какие-то другие еще виды растений, которые, возможно, уже начали появляться в тот момент, и освобождают место и удобряют почву вот этой золой для будущего поколения голосеменных растений. А шишка вот в этом самом пожаре высыхает и раскрывается. И представьте себе, на полностью выгоревшей земле у нас из шишки появляется, ну, из вот какого-то семени уцелевшего, да, в шишке, у нас появляется молодой росток голосеменного растения. То есть у нас именно эволюционно приспособились голосеменные растения и повернули как бы к себе на руку, начали использовать вот эти вот древние пожары. То есть, в принципе, у нас самые пожаростойкие растения – именно голосеменные растения, именно сосны. Так, что еще хочется рассказать именно вам про сосны? Вообще, именно голосеменные растения в плане прорастания, они очень тяжко приживаемы. То есть, на самом деле, нужно достаточно длительное время семени для того, чтобы прорасти и для того, чтобы укорениться. Плюс еще вы знаете, что все голосеменные растения, они вообще очень долго растут. И нужно не один десяток лет для того, чтобы сосна выросла достаточно большой и начала в полной мере, как сказать, жизнедеятельность. Ее проходило в полной мере. Но за счет этого вот этот взрослый, зрелый спрофит голосеменных растений оплачивает тем, что он живет достаточно длительное количество времени и выделяет огромное количество кислорода, которое необходимо для нашей планеты. Как уже было сказано на прошлом занятии, еще вот, я вспомнила, просто посмотрела, да, что было сказано на прошлом занятии, у нас, обратите внимание, две яйцеклетки у нас в женском, господи, гометофите, а рядом с пылевым, с воздушным... Все, мне надо уже домой, по-моему, идти. А на... Все, на пыльцевом зерне у нас находятся две таких маленьких ячейки пыльцы. Для чего это нам нужно? Для того, чтобы у нас вторая яйцеклетка и вторая пыльца, она у нас на воздушном мешке, вот, она у нас запасная. Вот, для того, чтобы в случае неудачи, в случае, если одна яйцеклетка по каким-то причинам не прорастет или что-то случится, или, возможно, пыльца в процессе созревания, одна из вот этих крупинах пыльцы, возможно, она недозрела и что-то с ней случилось, всегда был шанс оплодотворить женский гометофит еще раз. Вот, это, простите, ребят, я просто тороплюсь, я хочу в час успеть все, и... Значит, сегодня мы с вами поговорим про ткани растения. Я понимаю, что, наверное, в следующий раз я просто не буду продолжать тему, если мы ее не закончили, или мы будем ее с самого начала проходить по новой, и чтобы у нас такого не было, чтобы я не летела, не старалась, не путалась сама с собой, не старалась вам все впихнуть. Значит, прежде чем мы начнем изучать ткани растений, давайте с вами вспомним, что все живое у нас состоит из клеток. Считается, что жизнь внутри клетки невозможна. Ну, собственно, не считается, а так оно и есть, да? Жизнь внутри клетки у нас невозможна. Клетка – это структурно-функциональная единица вообще строения всего живого, начиная от растений и заканчивая животных. Все наши ткани, все наши органы, все ткани и органы растений, все состоят из клеток. Итак, если мы с вами вспомним клеточную теорию, то по клеточной теории у нас существует два типа клеток. Это клетки-прокреоты и эукреоты. То есть это у нас ядерные клетки и доядерные клетки или клетки, которые не содержат у нас ядра. Это мы с вами прекрасно помним. Значит, неядерными клетками или клетками, лишенными ядра, сейчас к ним относятся у нас все бактерии, вы, наверное, об этом знаете, да, цианобактерии, сине-зеленые водоросли, у них нет ядра. Также у нас есть прекрасные древние клетки, которые называются археи, которые у нас выжили и смогли пережить кислородную катастрофу или кислородный кризис. Проходили вы это на уроках биологии про кислородный кризис? Нет. Нет. Вы, наверное, помните, что у нас есть аэробные клетки и анаэробные клетки. То есть у нас есть клетки, которые существуют, потребляют кислород и живут с кислородом, есть у нас клетки, которые у нас живут без кислорода, прекрасно себя чувствуют, и у них проходит какая-то определенная жизнедеятельность. Так вот, когда-то очень давно у нас существовала аэробная форма жизни, когда у нас вообще наша планета, она была как таковая лишена... Нет, кислород был, кислород был, но он был в таком незначительном количестве, что в большинстве своем у нас он никак не влиял на клетки, клетки были анаэробного типа. Клеток было много, они заселяли в основном у нас все моря, океаны, прекрасно себя чувствовали, отмирали, оседали на дно морей и океанов, со временем там образовывался определенный слой вот этих отмерших клеток, которые впоследствии у нас считаются, считается, это одна из теорий, да, я когда вам вот это говорю, это не значит, что так оно и есть, да, это считается, есть теория, что наша современная нефть, которую мы с вами знаем, это как раз-таки продукт перегнивания без кислорода и под большим давлением вот тех самых первых анаэробных клеток, которые заселяли наш мир. Потом у нас случился экологический бум, как бы первая экологическая катастрофа в истории Земли. Вдруг у нас появилась клетка зеленая, которая смогла выделять кислород и который кислород, оказывается, которая могла жить в условиях высокого содержания кислорода вокруг, да, появилась у нас первая зеленая клетка, которая смогла что делать? Фото синтезировать. В атмосфере тех времен было огромное количество метана и углекислого газа, поэтому зеленые клетки, вот эти вот водоросли, да, циана какие-то, бактерии, возможно, это были, они себя прекрасно чувствовали, размножались и со временем начали выделять огромное количество кислорода. Наша атмосфера начала изменяться, что привлекло, повлекло за собой смерть всех тех самых анаэробных форм жизни, которые существовали в те времена. На данный момент у нас осталось небольшое количество, небольшие группы вот этих вот древних, можно сказать, живых организмов, которые у нас существуют, например, на дне океанов и живут в условиях высокого давления, отсутствия кислорода, например, на придонных вулканах и так далее. То есть вы, наверное, это, может быть, слышали, просто про это должны были разговаривать, вам рассказывать, когда говорили про эволюцию клетки, эволюции живых организмов. Итак, вообще говоря про эукариотическую клетку, да, о ядерной клетке, когда мы с вами говорим, то у нас клетка состоит из клеточной мембраны, цитоплазмы и всевозможных органелл или органоидов. В разной литературе называют по-разному. Где-то это органоиды, где-то это органеллы. Итак, и так это правильно. Итак, если мы возьмем любую клетку, животную или растительную, здесь, в принципе, не особо, ну, когда мы говорим именно про клеточное строение, здесь отличий не особо много. Они есть, но их, ну, как бы, немного, да, это вы все прекрасно знаете. Значит, органоиды или органеллы, они делятся на одномембранные, двумембранные и те органеллы, которые совсем не содержат мембраны, да. Ну, здесь вы можете с ними ознакомиться. То есть органеллы с одной мембраной это лизосомы, вакуоли, да, аппарат Гольджи и так далее. Двумембранные – это ядро, митохондрии и пластиды. Кстати, то же самое про теорию эволюции клетки. Сейчас та теория, которая у нас живет на данный момент, я не знаю, проходили ли вы это в школе, но на данный момент многие ученые склоняются к тому, что митохондрия для нашей клетки это чужеродный объект, потому что митохондрия, она способна сама себе вырабатывать многие, да, вещества, энергию. Она содержит две мембраны, что, в принципе, для органелл клетки это не свойственно. Ну, и как бы считается, что в процессе эволюции митохондрии – это какие-то, ну, грубо говоря, клетки, которые сначала паразитировали на наших, ну, не на наших, просто паразитировали в клетках, а потом вошли в симбиотические отношения. Не знаю, слышали вы про это, нет? Что ж такое у меня сегодня день-то какой-то наперекосяк. Так, и не мембранные. Это у нас рибосомы, цитоскелет, клеточный центр, да, и хромосомы. Это вы все, в принципе, должны помнить про эти все органеллы и про их функции тоже. Так, простите, принимаем, ребят. Чем, что, простите? Ну, смотрите, опять-таки, давайте мы вот о чем поговорим. Я брала данную, вот данную информацию, я брала из учебников, по которым училась я сама. Давайте начнем с того. Если мы... Я могу эту информацию прямо вот сейчас уточнить по ФГОСам, по современным, да, грубо говоря, потому что, смотрите, если мы берем разные источники, разные учебники, разные года выпуска этих учебников, разных учебников, по ФГОСам, по тем, которые у нас сейчас выходят, каждый раз новые. У нас информация, как вы понимаете, может быть немного разной. Поэтому давайте я сейчас... Ну, не сейчас, конечно, я уточню и вам напишу в чат про клеточную мембрану, но это было взято из учебников, по которым я в свое время сама училась. Так, клеточная мембрана. Вообще, если мы будем говорить про клетки, это мы про клетку так вскользь пройдем, потому что мы с вами клеточную теорию проходить в принципе не будем, потому что вы ее все должны были хорошо знать в школе. Когда мы говорим про ботанику и про зоологию, там отдельный целый... Ну, несколько параграфов этому уделено, и в принципе это не очень сложная тема, и историю там открытия клетки, историю изучения клетки, это нам в принципе не особо интересно знать, да, в нашем случае. Все живые существа состоят из клеток, в том числе растения. Если мы будем говорить про ткани, какие у нас есть у животных и у растений, да, ткани есть везде, кроме разве что низших растений, да, мы сейчас про растения, да, с вами будем говорить, кроме низших растений, потому что в низших растениях разделение на ткани отсутствует. Мы с вами говорили об этом. Если мы будем говорить опять-таки про эволюцию, то в процессе эволюции ткани у нас тихонько появлялись, начиналось дифференцирование разных тканей. Самым эволюционно развитым видом растений у нас считается покрытость семенные растения, потому что у них появляется огромное количество всевозможных, как сказать, тканей, которые взяли на себя очень тонкую функцию, то есть у них были какие-то определенные функции, которых раньше не было у других. значит, что ж, какие бы, вопрос был у меня вот такой, какие бывают ткани, вы знаете, вот ткани растений, какие вы примерно знаете? Покровная ткань. Покровная образовательная механическая. Их примерно 10 видов, да, бывает. Если вы помните, у нас разные виды растений. Все они разделяются по типу и по функциям в зависимости от того, какую, ну, соответственно, функцию они несут и где в теле растения они находятся. Итак, у нас существуют, как вы правильно сказали, покровные ткани, поглощающие ткани, выделительные ткани, образовательные, фотосинтезирующие, запасающие, вентиляционные, основные, механические и проводящие. Сейчас мы с вами постараемся про каждую из этих тканей поговорить, да. Итак, у нас также в зависимости, давайте так, в зависимости от типа учебника. Я просто каждый раз это говорю, уже у меня язык устанет скоро. Каждый раз потоки новые, каждый раз по-новому это рассказывают. У нас существует два типа классификации тканей. Есть, вы можете увидеть по классификацию по функциям ткани, вот они, 10 типов ткани, или вы можете увидеть, что все ткани разделяются на простые и сложные ткани, да. Простые ткани – это вот первые девять, и проводящие ткани, они считаются сложными тканями, их обычно изучают отдельно, вне других тканей. Итак. Что-то я, простите, два раза покровной ткани указала, это моя ошибка, простите. Итак, первое – это у нас покровные ткани или эпидерма. Это первичная покровная ткань, состоящая, как вы понимаете, так. 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 У вас нет, все, сейчас, 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 запишу, секундочку, простите. У меня утащили телефон, поэтому скрин даже не смогу сделать. Простите, ребят. Пожалуйста, вы… У нас уже Анна решила нам ответить, да. Итак, покровные ткани. Так, покровные, сложные – это в каком плане? Расскажите, пожалуйста. Это сейчас вы в школе проходите, что покровные ткани – это сложные ткани, да? Нет, есть специальный кружок онлайн от взлёта, там преподаватель есть из Быково, и она рассказывала, ну, она ботанику, растения ведёт. Она рассказывала, что покровные ткани, они относятся к сложным, что они состоят из усичного аппарата, соответственно, там есть вот эта апертура, фотосинтезирующие элементы, которые вот в клетки УСИСа входят, и паранхимы. То есть они разделяются по функциям. Это вот, простите, пожалуйста, вот это надо мне, конечно, тоже действительно читать, смотреть, потому что, опять-таки, я это веду, вот это составляю на основе своих знаний. У нас есть более узкоспециализированные, как это сказать, кружки какие-то, курсы, где, как это сказать, специалисты, ботаники, которые, например, вот у меня тоже есть из МГУ женщина, я на неё тоже подписана в Инстаграме, периодически её слушаю. Она тоже рассказывает, и она узкий специалист по ботанике травяных растений, степных, понимаете, да? То есть у нас на самом деле есть специалисты, которые узко изучают ботанику в каких-то сферах. Конечно, у них более точные знания. Спасибо вам большое, я обязательно про это найду, постараюсь поискать, потому что, возможно, это, опять-таки, курс идёт уже высший, да, можно сказать, ботаники, то есть из высших учебных заведений. Мы с вами пока что говорим на, общаемся на школьном уровне. Опять-таки, если многие из вас слушают какие-то другие кружки, какие-то лекции от взлёта, или же у нас есть всевозможные точки роста, где у нас узкие специалисты дают вам какие-то лекции. Вы можете замечать, что какая-то информация со школьным курсом у вас расходится, разнится. В школе вам совсем другую какую-то информацию могут давать. Возможно, вы такие вещи замечали. По моим источникам, по той литературе, по которой я готовилась и училась, покровные ткани, это были, ну как, простыми тканями. Спасибо большое, что вы мне это сообщили. Буду, конечно, искать и гуглить по этому поводу. Ну и так, лепидерма у нас состоит из подкровных тканей. Это у нас тонкая прозрачная ткань. Её главная функция – это защита. Также она покрыта тонким восковым слоем сверху, который препятствует испарению влаги. У разных видов растений более толстый или более тонкий вот этот восковой слой. Конечно, вы понимаете, воски, когда мы говорим про воски, это растительные. Воски – это фито, материал фито-воски. Если мы, например, с вами вспомним пустынные растения, например, тоже алоэ, вы можете помнить, что на этих растениях вот этот восковой слой довольно-таки толстый, и особенно он покрывает устица вот этим толстым слоем, препятствуя испарению влаги. Итак, далее у нас следующее – это поглощающие ткани. Простите, непокровные, поглощающие ткани. Сюда у нас относится ризодерма. Ризодерма, как вы понимаете, она у нас есть только в корне, потому что главная функция корня – это поглощение влаги с растворенными в ней питательными веществами. Возвращается эпиблемой, помните. Может быть, такое слово тоже вы встречали. То есть я опять-таки говорю, в разных учебниках, в разной литературе совершенно разные виды, так сказать, совершенно по-разному у нас упоминают все или иные ткани, по-разному они называются. Значит, ризодерма у нас также состоит из одного слоя клеток, которые имеют выросты. Выросты, выросты эти называются корневыми волосками. Для чего у нас нужны корневые волоски? Корневые волоски нам нужны только для того, чтобы увеличить площадь всасывания корня. То есть, как вы понимаете, корневые волоски бывают разного размера, есть маленькие, есть совершенно большие. Соответственно, чем больше у нас корневых волосков, тем больше у нас происходит всасывание питательных веществ. Корневые волоски, они очень недолговечны, они очень часто отмирают и часто возобновляются, точно так же, как у нас обновляются верхние покровные ткани растения. То есть, у нас ризодерма или поглощающая ткань, она у нас относится к виду покровной ткани. И та зона, на которой у нас находится ризодерма или эпиблема, она у нас называется зоной всасывания на корни. Это та зона, которой корень, соответственно, всасывает питательные вещества и с помощью осматического давления его передает эту влагу вверх к листьям растения. Итак, далее у нас идут выделительные ткани. Сюда у нас относятся всевозможные железки. Солевые, например, железки выделяют определенные структуры капельной жидкости и так далее. Есть железки, которые имеют защитную функцию. Это железистые железки или железистые волоски для защиты растения. Например, самый яркий представитель – это крапива. Когда мы с вами пытаемся дотронуться до крапивы, данные у нас волоски ломаются, выбрасывая в окружающую среду и на обидчика, можно так сказать, растения, у нас выделяется секрет, который обжигает кожу. Существуют еще железки, которые называются гидатоды. Они выделяют лишнюю влагу, и обычно они у нас присущи растениям, которые у нас живут на переувлажненной почве. То есть лишняя влага из растения просто выделяется через вот эти самые железки для того, чтобы у нас не происходило перенасыщение влагой растения. И, соответственно, какие-то последствия были, как-то сказать, неприятные, в виде закисания растений, в виде, там, не знаю, гниения. Так, потом у нас идут меристемы или образовательная ткань. Вот меристемы вы, наверное, слышали. Есть такое, да, прекрасное слово. У нас существуют апикальные меристемы стеблей колерня. Это у нас по-другому называется верхушечная меристема. Есть вставочная меристема и есть меристема раневая. Вот про раневую меристему, кстати, мы с вами, раневые меристемы мы с вами можем видеть, например, если у вас есть участок, дача, и там растут, например, груши или яблони. И если молодую ветку ломает, например, ветром, очень часто опытные вот эти садоводы, огородники, что делают? Они просто перевязывают ветку потуже, подставляют ей какую-то, да, палку для удержания определенного положения. И буквально за год у нас с помощью раневой меристемы у нас нарастает вокруг раны, вокруг сломленной вот этой ветки у нас нарастает ткани, которые будут удерживать данную ветку и заживят место излома. Раневая меристема, она у нас только в молодых растениях хорошо работает. То есть, как вы понимаете, если растения у нас старые, старые, да, старые, старые, то раневые меристемы, они у нас просто не справляются со своей функцией или попросту отмирают, отсутствуют. Так, значит, что еще хочется сказать? Опекальная или верхушечная меристема у нас есть на верхушках всех ветвей, как макушки, так и боковых ветвей. И, соответственно, они просто обеспечивают рост в высоту или в ширину кроны, там, допустим, дерева или каких-то ветвей растений. Латеральная меристема, она обеспечивает рост растения в ширину. И, ну, раневую мы с вами уже, соответственно, сказали. Так, потом у нас идут фотосинтезирующие ткани. По-другому, кто помнит, как называется? Хлоренхима или хлоренхима, да, по-разному. Разные у нас педагоги по-разному у нас называют хлоренхима. Ну, это ткань, которая богата хлоропластами, и в них происходит процесс вот этого самого фотосинтеза. Где мы можем найти данные ткани? В любых тканях, которые имеют зеленый цвет. У молодых побегов, даже у молодых побегов древесных растений, мы можем видеть, ну, как бы, если мы видим зеленый цвет, зеленый цвет побегов, там есть у нас хлоренхима. Там есть клетки, которые отвечают за фотосинтез. Со временем эти клетки отмирают, ну, а, например, стеблевые вот эти вот, стеблевая ткань, она угрубевает, становится коричневого цвета, и процесс фотосинтеза именно в стеблях у нас прекращается. Вообще, конечно, в большом количестве именно хлоренхимы у нас содержится в листьях растений. Вопрос тоже к вам, ребят, скажите, вот фотосинтез. Какой главный продукт фотосинтеза? Так, все верно. Глюкоза. Потому что очень интересный бывает ответ, когда я спрашиваю, какой главный продукт фотосинтеза, и мне отвечают, что кислород. Потому что есть еще люди, которые считают, что растения фотосинтезируют только для того, чтобы насытить у нас атмосферу кислородом. На самом деле кислород, как вы помните, это побочный продукт, который у нас выделяется в процессе фотосинтеза. И вот эта самая глюкоза, которая у нас выделяется в фотосинтезе, она должна отправляться в какое-то запасающее депо и где-то откладываться. Откладывается глюкоза уже в виде крахмала. Хотя у нас существуют растения, которые откладывают глюкозу не для личного пользования, а для каких-то других целей. Сейчас мы про это поговорим. Опять-таки сейчас мы тогда следующий тип ткани рассмотрим. Это запасающая ткань. Это ткани растений. Главная функция которой – это запасать вещество крахмал. Потому что у большинства высших растений это крахмальные соединения. Крахмал. Крахмал запасается в виде гранул в клетках, которые называются амилопластами. Могут запасаться, кстати, также сахара в клеточном соке некоторых растений. Если мы будем говорить с вами про крахмал, крахмал чаще всего у нас запасается, если мы будем говорить не про древесные растения, а про растения травянистые, то у нас запасается в каких-то клубнях, которые впоследствии послужат, как это сказать, эти питательные вещества послужат у нас питательной средой для будущего растения. Например, если мы будем с вами рассматривать картошку, картофель, картофельные клубни, это у нас самый яркий представитель запасающих тканей, то здесь у нас откладывается в амилопластах крахмал. Если мы будем смотреть с вами, допустим, на яблоко, в яблоке у нас будут откладываться всевозможные сахара, фруктоза будет у нас откладываться. Скажите, пожалуйста, вот два совершенно разных плода, можно так сказать, если вы позволите мне клубни назвать плодами, но совершенно разная функция. Как я уже сказала, у клубней главная функция – это обеспечить питательные вещества будущему поколению. Какая главная функция у яблока? Защитить семена. А как, скажите, сахара могут семена защитить от внешних условий? На самом деле, ребят, смотрите, ничего у нас не происходит просто так. Если бы у нас у яблока главной функцией была защита семян от внешних каких-то факторов, у нас бы была толстая-толстая кожура. Вообще-то как орех был бы, такая скорлупа, которая совершенно не могла бы позволить каким-то животным, человеку, там, не знаю, воде, огню и так далее, повредить наш плод, да, наше семя. На самом деле, в процессе эволюции многие растения поняли, что они не могут далеко расселиться, не могут расселиться, да, далеко. Например, яблоня. Первые яблони, они умели размножаться с помощью семян. Но в процессе селекции у нас селекционеры очень постарались, чтобы плоды яблони у нас были сочными, сладкими. Первые яблоки, если вы видели ранетки, да, видели дикие яблоки, ранетки, они совершенно мелкие, они вообще невкусные, да, ну, для человека, для нас они очень невкусные. И современные яблоки, они, к сожалению, не размножаются с семенами, но первые яблоки, они поняли, что, ну, не сами яблоки, деревья поняли, что, чтобы перенестись, перенести своё семечко на длительное расстояние, нужно отрастить какой-то сладкую, отрастить какую-то сладкую приманку в виде ягоды, в виде яблока, чтобы какое-то животное съело, употребило в пищу плод и перенесло семена на длительное расстояние. Мы можем таким образом с вами наблюдать, как, например, многие обезьянки, вы, наверное, знаете, поедают плоды кофе и переносят вот это самое семя кофе на длительное расстояние. Кстати, те самые кофейные зёрна, которые прошли через кишечник обезьяны, они считаются самыми вообще экзотическими, их продают за огромные деньги, такие именно тип кофе, ну, это, если, может быть, вы знаете. Или если вы видели туканов, они поедают плоды с мякотью, со сладкой, проглатывают семечко и, перелетая с ветки на ветку, там, с дерева на дерево, вместе с помётом эти самые семена, они разносят по какой-то территории. Точно такую же функцию у нас выполняют наши воробьи, наши, господи, снегири и так далее. Это распространение растений. Поэтому именно в качестве яблока, яблоки у нас сахара запасаются, для того, что для привлечения потенциального распространителя семян. То есть вы, наверное, видели, что у нас многие растения приспосабливаются под какое-то определённое животное, чтобы впоследствии просто их семена распространились на какое-то расстояние, на длительное. Так. У нас, кстати, существуют ещё очень экзотические варианты запасающих веществ. Например, если мы с вами вспомним, у нас есть прекрасные плоды хурмы, да, в эндосперме, господи, гликоцеллюлоза запасается. Вот такое вещество интересное. Если мы берём с вами клещевину растения, по-моему, так оно называется, то там белок алейрон у нас запасается. То есть есть вот такие экзотические виды запасающих веществ. Так. Далее у нас идут с вами вентиляционные ткани. И как вы понимаете, данные ткани бывают только у растений, которые у нас на постоянной основе произрастают в воде. Всевозможные кувшинки, всевозможные водные лилии, да, всевозможные там какие-то водные растения, чьи корни находятся у нас глубоко в водном грунте, в водном дне. Да. По-другому она называется у нас аэренхима. И из себя представляет вот такой вот звёздчатообразные, как это сказать, полости, по которым у нас проходит воздух внутри стеблей растений. Отличительной особенностью является то, что вот в этих самых полостях есть у нас очень-очень тонкая, прозрачная плёночка, защитная плёночка. В случае надлома или надрыва стебля кувшинки или лилии эта плёночка у нас автоматически закрывает вот эти вот полости противовоздушные от попадания воды внутрь стебля. И растение продолжает функционировать и хорошо себя чувствовать. То есть, ну, как бы растение погибнет только в том случае, если у нас произойдёт полный разрыв стебля. Но если это какой-то надрыв или трещина, то у нас растение будет себя прекрасно чувствовать и дальше произрастать, просто закрыв тонкой вот этой плёнкой те самые полости ренхемы от попадания воды вот в эти звёздчатые клетки. Так, далее у нас есть основная ткань или паренхема. Вы знаете, где-то в какой-то литературе паренхема основной тканью не считается. То есть, в зависимости от того, какие именно ботаники у нас пишут литературу, составляют литературу, у нас где-то есть основная ткань, а где-то основной ткани нет. То есть паренхема – это не специализированная ткань, которая состоит из так называемых шаровидных клеток, служит просто основной структурой ткани, тканей. И заполняет полости какие-то растений. В редких случаях паренхема берёт на себя функции запасающих или фотосинтезирующих тканей. Вот такой вот интересный вид тканей. Опять-таки, скажу, что в разной литературе у нас по-разному оценивается. Где-то есть основная ткань, где-то основной ткани нет. Далее мы поговорим с вами про механические ткани. Здесь у нас коленхема и склеренхема. Это похожие типы тканей, но которые у нас немножечко по-разному выглядят и по-разному устроены. Если мы с вами говорим про склеренхему, вот она здесь у нас показана. Это фото с электронного микроскопа. Как вы понимаете, на самом деле такого цвета склеренхема не имеет. Она просто у нас окрашена. Значит, склеренхема – это ткань, состоящая из клеток достаточно вытянутой формы, волокообразная. Клеточные стенки здесь утолщаются и они одревесневают. Для чего у нас нужна склеренхема? Она нам нужна для механической поддержки растения. То есть они, например, у нас в стволах деревьев или в каких-то стеблях высоких растений крупных. У нас находятся склеренхемы. Это всевозможные жесткие структуры. То есть главная функция склеренхемы – это поддержание формы. Чтобы у нас растение вертикальное положение какое-то определенное занимало. Опора, опорная ткань – это ткань мертвая. Вы должны это в первую очередь запомнить, что склеренхема – мертвая ткань. Вот коленхема – это совсем она по-другому выглядит. Здесь у нас ткань живая. Живая ткань, очень упругая, нежная такая достаточно. Но, опять-таки, она у нас выполняет функцию механической поддержки каких-то стеблей. Возможно, это молодые ветви деревьев. То есть вот эти вот те самые, которые зеленые, которые еще могут гнуться в разные стороны. Вырастая, они одеревеневают. И функция вот этого как-то сгиба у них, понимаете, пропадает. И, наконец, последняя ткань – это у нас ткань проводящая. Это сложная ткань. Здесь у нас два вида. Это ксилема и флоема.